2023 по праву можно считать годом обновлений для транспортной отрасли Алтайского края. 65 новых автобусов, 10 белорусских трамваев, 1 земснаряд и 3 новых электропоезда. Благодаря новым составам и программе развития туристических маршрутов в регионе летом будет запущено 5 новых ЖД-туров, в том числе Барнаул-Яровое. Подобная мера направлена на удобство пассажиров. Для этих же целей сокращают время в пути. С начала года мы сократили время в пути 28 пригородным поездам. Общей сложности на 2 часа 43 минуты в сутки. В 2024 году планируем ускорение 10-ти электропоезда на 31 минуту. Что касается воздушного транспорта, он почти восстановился после пандемии. Во-первых, хоть и незначительно, но увеличилось число вылетов. Во-вторых, пассажиропоток стал больше на 15%. Люди чаще всего отправляются в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Скорее всего, тенденция роста продолжится, поскольку возобновятся полеты в Казань и Пермь. Также стали появляться регулярные рейсы в другие страны. Наши партнеры, авиакомпания «Зуруэль» начали выполнять рейсы в Таиланд. Планируем обеспечить выполнение данных рейсов на протяжении круглого года. С конца апреля готовим старт к выполнению прямых рейсов международных по направлению в Турцию. В 2023-м люди чаще стали предпочитать автобусы и маршрутки электротранспорту. Количество перевезенных пассажиров в трамваях и троллейбусах уменьшилось на 14%. Причина – реконструкция мостов в Бийске и Барнауле. Другой немаловажный ремонт связан с дорогами. По нацпроекту отремонтированы почти 800 километров. Притом материалы теперь используются преимущественно алтайские. Помогает беречь дороги водный транспорт. За 8 лет количество грузоперевозок по рекам увеличилось больше, чем в 2 раза. А значит и нагрузка на трассы стала куда меньше. Данил Кузнецов, Михаил Филиппов. День с толком.